время у нас к вопросам тогда давай вопрос конечно просит передать привет аркадию из тула привет привет тула вячеслав интересен такой вопрос что будет с хождением иностранной валюты по территории российской федерации после 5 11 хождение иностранной валюты ничего не будет вообще будет ходить иностранной валюты банки будут ее принимать я не думаю может быть временно изначально только вот мы просили там определенный срок на закрытие границы и возможно какой-то нужен будет срок тоже для валюты хотя скорее всего и нет ну есть границу закроем там хотя бы на месяц грубо говоря 40 дней просили за это время я думаю разберемся и и смысл на валюту запрещать мы куда они куда чё они и сделают куда они и дерут поэтому я не думаю что будут какие-то проблемы ну и это же так сказать не истинно в последней инстанции туда ближе конечно будем смотреть что там может что-то может быть мы не видим но я не не вижу никаких препятствий для иностранной валюты в россии что она усилит инфляцию да навряд ли да и да и пусть просит вас рассказать про норд-ост что думаете по этому поводу и как сами встречали эту новость застав естественно то время да ну как ужасно встречал от но все вообще не понимал что происходит почему никто не принимает нормальных решений человеческих и был уверен в то время что они выберут именно такой способ то есть запустят газ и начудят так оно и вышло собственно то есть в результате погибло более ста человек сейчас точно даже цифра неизвестно да ну там под 200 человек погибло поэтому вопрос такой если бы террористы привели свое оружие в действие столько бы людей погибло навряд ли то есть и их деятельность настолько непрофессиональный вот почему вова не любит вспоминать бесла норд-ост и так далее потому что вся крутым кгбш никому не таким там специалистом в области всяких специальных операций любая специальная операция просер смотри даже литвиненко нормально отравить не мог почему они использовали такой газ который знает к ним надо вопрос такой посредиативнее если вы используете даже предположим вы решили использовать такой газ ну вы значит должны просчитать последствия и соответственно приготовить реанимационные машины реаниматологов так далее ну то есть все то что необходимо для того чтобы оказать помощь сразу же немедленно если бы она была немедленно наказана таких потерь не было там даже вынести не могли людей оттуда там никаких колец скорой помощи не было никого там не было представить что спецназ этот действовал сам по себе все остальные действовали сами по себе то есть единого центра такое ощущение что не было если он был то где-то в голове у вова путина а вот такой загадочный там сидел этим и опасно вот такой дурацкое руководство когда сидит дядинка который раздувает щеки показывает всем что он рулит и вот его фотографии на штурвале до руки а ноги то у тебя где дядя они у тебя под креслом спрятануты до педали даже не достает ну так может тогда ты уступишь мест тому кто может этим управлять всем или тогда разделишь грубо говоря свою ответственность теми кто непосредственно должен этим заниматься то есть есть какой-то специалист надо ему довериться этому специалисту а проблема путина в чем том что сам ничего не умеет и поэтому никому не доверяет он думает что все такие же но эта особенность такая у человека то есть это идиотизм причем полнейший на каждом этапе вот от начала до конца гранул в степени возведен этот идиотизм не просто вот на каждом этапе это в степень 2 в два раза усиливается и вот без лани мы видели как это увеличилось в два раза сразу относительно гордо 100 ты похоже как-то спрашивал насчет того откуда поклонская нам прислали что она из луганской области сего михайловка училась школе до третьего класса потом переехала в крым и просит придать привет украинскому луганску привет луганск луганск нам дорог тем что скрывал некоторое время кормишина когда он отсюда отсюда стартанул его тут ловили всякие гбшники он скрывался в луганске луганск уже не тот наша задача делать так чтобы звук и видео не совпадает но это особенность youtube чем мы к сожалению делаем все что можем что делать в момент 5 11 другим регионом все регионы должны понимать что 5 11 17 года это общий день не для саратова там не для москвы не для питера мы определимся потом а сам договоримся о совместных действиях но делаем мы все абсолютно одно и то же 5 11 17 мы все делаем одно и то же об этом договоримся как делать во сколько и так далее все будут абсолютно открыто то есть наша революция абсолютно открытой то есть мы о ней заявили и четко никто не под ковром ничего не делает другое дело что масса групп которых гбуха это не знает почему потому что мы просим себя может быть и не нужно проявлять но есть только какие-то надписи там делается и так далее то есть объединяйтесь пусть вас будет по 5 10 человек больше не надо лучше пусть будут другие группы никак не связаны и все опять в 11 мы решим что нам все вместе делал таких групп я знаю что в стране очень много и должно быть еще больше спрашивают а перспективах юриспруденции перспективах юриспруденции я так понимаю как науки ну я ему как любая как любая гуманитарная наука она необходима для социума для развития человечества будет конечно если мы несем новую идеологию на ближайшие 300 лет то и юридическая наука будет меняться юридическая практика естественно будет меняться но и правоприменительная практика будет совсем другой потому что у нас даже правоприменители будут другие да мы можем освободиться от некоторых элементов государства но мы не можем освободиться от всех поэтому мы будем их трансформировать они у нас будут выборные они будут приближены к населению то есть муниципальная часть правоохранителей будет чисто местная то есть местная милиция и так далее поэтому посмотрим сейчас многие вещи абсолютно новые другие вещи какие-то заимствованные они уже есть где-то там я не знаю в штатах в швейцарии в исландии в израиле и так далее я думаю что у нас все получится потому что информационный мир подталкивает всех но у них инерция а мы имеем абсолютное преимущество то есть мы переустраиваем свое общество сейчас они там пока решат переустроить когда они соберутся когда там проголосует и так далее а мы все мы уже решили вот мы его сейчас переустраивать и сразу спрашивают будет ли статья за контрреволюцию зачем отдельные статьи конкретные действия будут наказуемо какая статья контрреволюции это такой вот военным коммунизм попахивает но нет конечно военный коммунизм устраивать мы не будем это глупость абсолютно на на нынешнем этапе на и я не хочу сказать что это глупость тогда в семнадцатом году потому что это принесло свои плоды а то что приносит свои плоды это уже точно не глупость а сейчас информационный мир часу нам не нужен никакой военный коммунизм у нас как бы несколько другой подход более открытый более демократичный такие непростые вопросы как будет с налогами у моряков работающих под иностранным флагом мы ведь не платим налог так как более полугода в году находимся за границей ну и правильно делаете и не платите какие вопросы вообще я говорю мы стоим за то чтобы налогов никаких не было вообще на население чтобы народ а зачем народ должен платить какие-то налоги во-первых это копейки это мизер вообще просто во вторых это ничем не оправданно инфляционный налог может покрыть сторицей все это люди которые не платят налогов и не обязаны их платить они ни в коем случае не могут стать экономическими преступниками как они ими станут если мы с них ничего не просим сейчас пол страны у них даже 90 процент страны это экономические преступники которые не платят налоги или там укрывают какую-то копеечку за ним бегают целый там я не знаю и налоговые там и и полиции и судебные исполнители хрен знает зачем столько народу вот вы сократите на это количество и не нужны тогда налоги то есть берутся налоги для того чтобы содержался вот это братья а все остальное расхищаясь там сидят вовины друзья которые все из трубы расхищают и это сюда не идет в общий котел а в этот общий котел бросаются вот эти налоги да и и которые в большей части идут для того чтобы люди платят пенсионный фонд чтобы себе содержать аппарат пенсионного фонда люди платят налоги чтобы содержать аппарат налоговый да нахрен они все нужны зачем пусть займутся реальным материальным производством или каким-то полезным более полезным делом мы уж найдем откуда денег взять и в любом случае выпадающие доходы будут мизерные мы найдем как если при условии из трубы не будут красть да как это заполнить несколько секунд назад у нас было 6666 лайк ужас а сейчас хорошо сейчас уже 6700 да то есть это уберете ндс ндс от грабеж это безусловный грабеж есть определенное общество где ндс нужен нам зачем просят рассказать об окончательном принятии закона мизулиной а так называемом запрете хентая при том что давно подписано петиция с более ста тысячи подписи проверить ее психику ну да вот желательно я даже не знаю как комментировать законы мизулины я и на у меня оторпе иногда берет у прятия горе особенно вот яровая мизулина вот такие две сестры такие интересные да и обе из яблоко вы вышли пугают они действительно там чет я понимаю что все хотят очень выслужиться перед путиным поцеловать вову в попу чтобы там так вот прям в засос искать я больше всех у господина пж ну что может перепадет за это но все-таки эти действует как-то особенно да как помнишь в убить дракона сын бургомистра говорит рыцарь ланселота нас так учили он гать всех учили но ты был самый лучший ученик ну ты был самый лучший ученик да все а там одинаковые но есть определенные категории которые лучшие такие ученики спрашивают про реформы в образовании образование сейчас нет вообще никакого как по сути система образования уничтожено новое не создана то что они называют реформой системы образования которые они провели это бред какой-то вообще то есть достаточно взять учебники почитать и страшно становится да есть какие-то все-таки нормы и к нормам относятся то что взрослый человек имеющий академическое образование должен решить и иметь при нормальном интеллекте ну да потому что я допускаю что может там кто-то у них закончил вуз там я не знаю как но при нормальном интеллекте нормальный вуз так далее и вот он должен решить задачу для первого класса понимаешь вот они сделали такие задачники в первом классе что взрослый человек с академическим образованием не может решить потому что он не знает и самое главное что у этой задачи нет решений то есть они пытаются умничать пытаются растить каких-то как они говорят там каких-то необычных детей да вы дайте основы образования потом растите кого хотите они не могут дать реальных основ образования вот чё страшно это не должно быть спрашивают как будем решать кадровый вопрос где брать много честных и квалифицированных людей на посты не много честных и квалифицированных да а насчет честности уж понимать когда общество открыто когда существует закон о правде когда существует информированность когда чиновники вынуждены работать в условиях тотальной информации то есть здесь видеокамера тут микрофон вот как я сейчас работу я могу вас обманут нет конечно все что я скажу будет известно да вот здесь так так и здесь представьте будут целой группы людей общество который будет отслеживать что происходит поэтому ну мы не найдем столько людей кристально честных их там с марса мы не привезем там с луны не привезем но мы можем создать систему при которой человек нечестный просто вылетать будет через пять минут и все она сама очень быстро отсеять все поэтому я думаю что такая такая система будет создана до вначале это будет очень болезненно я уверен что будет болезненно и будут какие-то перегибы и каких несчастные люди будут так далее но как-нибудь мы это переживем потому что общество общество не может больше жить в такой ситуации не может когда непонятно того не самый лучший не самый худший пример от астахов да но когда чем чем человек занимается фиг ее знает то что он показал тебе по телевизору мы видим все чуть-чуть чем там в других местах делал чем у себя на работе делает чего вообще такое его работа мы не знаем я уж не говорю про путина я не говорю про депутатов которые не ходят никогда на работу да не не нужны нифига там эти депутаты зачем они нужны сейчас при нынешней системе необходим только некий оператор не нужно выбирать депутата депутат всегда проголосует за то решение которое противно народу он никогда за решение которое поддержит большинство не проголосует поэтому способ прямой демократии самый лучший метод прямой демократии самый лучший есть какой-то оператор до которого мы избрали там денежки какие-то ему платим и так далее и и он организует так скажем голосование по любому вопросу по любому то есть может собрать информацию со всех с региона с 10 регионов ну за сколько он отвечает да как вы думаете знает тему что вы считаете да да там нет дата так далее и все и он не голосует голосует народ я думаю что нет никаких проблем и что современное развитие информационной техники и развитие информационной науки для того чтобы можно было создать такие программы она нам дает такие возможности и они безграничны другое дело что этим никто не занимается нас спрашивают а чё о чём вы почему хотите быть первым мы вынуждены быть первыми мы хорошо бы пошли за кем-то там мы вынуждены быть первыми потому что у россии устроена то есть как когда у всех сейчас инерция они живут еще там в девятнадцатом веке на самом деле вот по этим вещам да то есть по демократическим я имею ввиду а мы если с точки зрения демократии живем в каком даже не в девятнадцатом веке я не знаю да да еще образование североамериканских штатов где-то находят во времена иван грозного юрий юрий в день вообще тут дадут но судя по вчерашней фотографии не мы живем девятнадцатом веке не только там по принципам демократии так далее там ну помнишь где ремонтирует при помощи лошадей дороги тетя где ремонтирует вчера была фотография где ремонтирует самаре по моему дороги при помощи лошадей поэтому мы не только с точки зрения политической находимся в девятнадцатом веке но из практически а тем временем 7000 лайков мы взяли друзья товарища 8000 рекорд это уже абсолютно точно рекорд и в общем всем спасибо кто нас поддержал серьезная сумма да тут и снимать будет ли бесплатным интернет конечно интернет и связь должны быть абсолютно бесплатным причем над нами все смеялись город ха-ха как это смешно пока об этом сами провайдеры не стали говорить они специалисты да вот мальца говорила об этом все время и все ржали ха-ха там это этого не будет никогда ну как не будет никогда если нормальная будет система власти то все эти провайдеры мгновенно будут давать нам бесплатную связь бесплатный интернет и найдут они способ как зарабатывать деньги на каких-то дополнительных услугах но это их право пусть ради бог зарабатывает на дополнительных услуг сколько хотят а интернет и связь должны быть бесплатными ибо в этом как раз развитие ну чё все тогда да подходит наш эфир сегодняшний к концу мы напоминаем что завтрашнего дня мы начинаем предвыборную работу по городу саратов в начале эфира мы уже приглашали наших сторонников людей которые готовы нам помогать на выборах находящихся саратове пока мы обращаемся к вам в дальнейшем мы будем обращаться том числе к нашим сторонникам которые находятся в других городах россии поскольку борется выбор в государственную думу стоит нужно будет мобилизировать наши резервы скажем тогда по всей по всей стране завтра мы проводим в общем-то начинаем проводить предвыборную кампанию более подробно мы говорили в начале эфира можете посмотреть поскольку у нас все-таки новостная передача то наверное надо ты адрес скажи тогда чернышевского 120 а нужно будет там на двери будет тогда это табличка объявление да они предлагают тут несколько дверей поэтому на других дверях будет написано что волонтеры налево сотрудники фсб хорошо поскольку у нас все-таки новостная передача на стоит сказать что вот прям только что в стамбульском аэропорту ататюрка проза имени ататюрка произошло два взрыва в терминале прилета крупнейшей воздушной гавани турции стамбул все время чем взрывают кто на кого ставит кто на курдов кто на игил да или эти раз-два взрыву значит они можно так совпало одни курд взорвали другие игил я думаю корда ладно до свидания спасибо до новой исторической эпохи осталось 493 дня и час